Всем привет любителям и поклонникам запахов ароматов! Сегодня я хочу поделиться своим скромным мнением, не какого-то эксперта, просто любителя, о ароматах разных категорий, разных направлений. Просто у меня есть очень много разных пробничков, вот они, и я их тестировала долгое время. Опять заново, спонтанно понюхаю, поделюсь. Давайте начнем с самого любимого аромата, он у меня уже почти заканчивается. Это мой такой, знаете, долгий фаворит, скажем так. Я знакома с ним очень давно. Я тоже часто слышу такое мнение, что он кому-то нравится, но когда запах исходит от кого-то, не от себя. То есть это такой свежий, такой, знаете, искристый, немножко пудровый. Интересный запах, не банальный. И я тестировала его тоже очень долго, и я такая нюхаю, думаю, купить, не купить, нравится, не нравится. Что-то здесь в нем такое есть, что меня не то чтобы отталкивает, но вот так настораживает, потому что это все-таки небюджетный аромат. Запах вышел в 2005 году, и здесь нотки бамбук, да, определенно слышен вот этот запах. Груша такая более сладкая, лотос, чай, почки черной смородины, и в базе у нас здесь мускус, кваяк и дубовый мох, точно. Здесь действительно есть такая деревяшечка, но она такая очень легкая, чистая, да. Вот как только я его нанесу, я просто вдыхаю, и мне все танцует. Все-таки я люблю его, и, скорее всего, я все-таки куплю его себе, и мне он очень-очень нравится. Он, мне кажется, уместен как для себя дома носить, так и на любую, мне кажется, погоду, в офис, еще куда-то. Очень такой гармоничный, не резкий, ничем не отталкивающий запах. Хочу еще поделиться отзывом, я, кстати, о нем уже болтала в каком-то видео недавно, но я еще его потестировала, и он для меня раскрылся еще по-другому. Это новинка 2020 года, Giorgio Amami My Way. Я слышала разные отзывы. Кто-то говорит, что он слишком сладкий, несерьезный, конфетный. Да, в нем есть такое. Для Armani, я бы даже сказала, это, я скажу, что я прям эксперт, но у них такие более солидные, взрослые запахи. А это такое чуть ли не девчачий. Это, знаете, женщина такая, вот ей захотелось to have fun, знаете, что-то вот легкости такой, знаете, несерьезности, но при этом, в этом аромате есть изюминка, такая какая-то сладость, такая какая-то что-то интересное, что меня будоражит, меня заставляет возвращаться к этому запаху. Если я его нанесла вот на руку, еще что-то, мне постоянно хочется его нюхать, и он меня радует. Он такой легкий, знаете, антидепрессант, что-ли, очень сладкий, но очень приятный. Не слишком приторный, конфетный, нудный, нет, очень-очень приятный запах. Как только вы его наносите, пшикайте, это земляника. Я не знаю, откуда она берется, это земляника, такая летняя, спелая, прям такая падает с этих веточек, настолько она тяжелая, спелая. Я влюблена в этот запах, честно, это нетипичный запах для меня. Я, скорее, знаете, такое, помню кристаллин, люблю более свеженькое такое. Но этот запах меня чем-то пленил. Мне этот запах ассоциируется прям с упаковкой. Это такая розовая водичка, такой не банальный компотик, нет. Очень-очень интересный запах. Но интересно то, что когда он выветривается, остается какая-то такая нотка, она настолько вкусная. И я уже сказала, я хочу нюхать и нюхать это место, куда я нанесла вот этот аромат. Он довольно-таки стойкий. Я уже смотрела на него, хотел купить, но да, он сладковатый. Это точно, это да. Я согласна. Не знаю, хочу ли я такую сладость иметь в своей коллекции, но запах мне очень нравится. На покупку я пока что не решилась. Может, подожду год-два, когда вот этот хайп спадет, когда вот он будет не такой новый топовый, знаете, аромат. Мне кажется, он будет дешевле потом. Значит, это два одинаковых пробничка. Я почему-то думала, что они разные. У меня здесь просто записаны ароматы, которые я тестировала. И здесь у меня есть The Sand аромат. И вот этот. Да, все-таки это Huga Woman. Да, это одинаковые запахи. Я уже нанесла. Аромат вышел в 2015 году, оказывается. Ага, не очень такой старый. И пишут, что это фруктовый, цитрусовый, зеленый, пудровый, свежий, сладкий. Запах интересный. Интересный, но я уже слышу ноты, который открывается, который меня все-таки отталкивает этот запах. Он неплохой. Но это немножко такой специфичный запах. Вообще, у меня отношение к запахам Hugo Boss не очень. Я не очень люблю эти запахи. Сначала он такой более свежий, даже алкогольный. А сейчас открывается вот эта слива, что-то еще такое интересное. И рис, по-моему, все-таки... И рис мне нравится, но не всегда. Он немножко такой слишком мыльный, цветочный. Здесь не хватает какой-то свежести, что ли. Запах неплохой, но это не мой запах, мне так кажется. Да, он узнаваемый. Он немножко такой характерный, как для себя. Давайте поговорим о, кстати, новом аромате тоже. По-моему, тоже в 2020 году он вышел. Это Кельдин Клайн Everyone. Даже не хочу его наносить, потому что я уже его пробовала, и мне он не понравился. Первые ноты — это мужской запах. Вообще-то, это унисекс. Так позиционируется для мужчин и для женщин. Но первые ноты — это очень-очень явный мужской аромат. Я не знаю, какой женщине он мог бы понравиться. Здесь явный такой одеколонный запах, такой какой-то автошейф, после бритья какое-то средство. Очень-очень явный. То есть я понимаю, что такое унисекс, но он должен быть немножко менее мужским. Хотя я знаю, что есть женщины, которые все-таки могут пользоваться мужскими запахами, но я не думаю, что вот этим. И у меня тоже была одна знакомая, она нет традиционной ориентации, и она говорит, что я покупаю только мужские запахи. Но я не думаю, что она бы выбрала вот этот запах. Он слишком, слишком по-мужски пахнет, слишком так свежо. Но когда я его носила, и он вот так улетучился, то есть какие-то вот эти нотки остались, он звучал чуть лучше. То есть менее по-мужски, но все же не унисекс. Вот для мужчины, да, можно брать такой, кто любит свежий, такой очень банальный запах, ничего характерного, ничего интересного. Буду даже слишком, потому что кто-то любит этот аромат. Это Клоэ и Де Пафу. Я, честно, путаюсь вот этими всеми ароматами, фланкеры и так далее. У меня парфюм, и я знакома с этим запахом. Неплохо, у меня было немало пробников. Клоэ и Клоэ. Я знаю, что многие любят этот запах. Честно, я понимаю характер этого аромата. Я даже его слышала от одной девушки, и я сразу его узнала. У него очень характерный шлейф. Сначала он пахнет свежо, но потом появляется вот эта нотка, которая такая мыльная немножко, но она слегка рисковата, лично для меня. Я пробовала очень много раз подходить к этому аромату. У меня было много пробничков. Вот этот я носила, пробовала. Я слышу его от себя, и мне не очень нравится вот этот запах. Он не гармонирует со мной. Но это очень-очень все лично. Вот не могу точно сказать, какой именно цветочек здесь. То ли это пион, то ли это фрезия. Также у нас здесь магнолия. Ландыш я люблю, роза, в принципе, тоже. Может, это и магнолия так сильно пахнет. Вот какая-то здесь либо комбинация вот этих цветочков. Но вот меня отталкивает. Очень шлейфовый, красивый. Я понимаю тех, кто его любит, но у меня нету вот стопроцентной гармонии с этим запахом, и я его в полной версии точно не куплю, но у них много интересных вот фланкеров. Нужно еще их попробовать. Хотя вот он мне сейчас нравится, я вот понюхала. Пудровый. Поговорим снова о Армани. И это у меня аква диджоя, но оушен диджоя. У них тоже много разных вариантов. Я очень часто путаю, потому что я не очень разбираюсь в этих ароматах. Вот этот оушен диджоя тоже довольно-таки новый. В 2020 году он вышел. Я смотрю вот картину аромата на сайте Фрагрантика. У них такие, знаете, там вначале вот аромат фотографии, и сбоку такие вот разноцветные полоски. И там пишут, какой, как характеризуется этот аромат. И это очень часто так и есть. Как вот описано, вот эти цвета даже вот этого аромата. Я тоже уже как-то показывала в каком-то видео этот аромат. У меня уже тоже он заканчивается. Оушен диджоя. То есть океан, вода океана. Не знаю, о чем они думали, какая была задумка этого аромата. Но океаном или морем он даже близко не пахнет. Да, есть такой свеженький аромат, потон, такой характер. Воздушный такой, свеженький, как я уже сказала, чуть-чуть такой морской. Но это абсолютно не то, что люди могут подумать, когда видят это название, бутылочку. Он слишком сладкий, как для океана. Честно. Для меня морская вода пахнет абсолютно иначе. Я бы сказала, что аква диджоя это скорее мой вариант. Он приятный, он пахнет вкусно, все с ним хорошо, но он ничем не цепляет. Приятный запах. Вот честно. Очень приятный, но вы очень разочаруетесь, если вы будете ожидать что-то такое акватическое, как вот Тольча Габана, как он называется, Light Blue, да? Нет. Абсолютно другая история. Это такой более современный, да, сладковатый запах. Но я не скажу, что я куплю его. Мне он и нравится, да, но он пахнет как-то так банально. Сладковато, как бы что-то такое на эти направления морской запах, летний, такой для пляжа. Но какой-то даже неинтересный, что ли. Немножко таким мылом пахнет свеженьким, таким не прям жестко освежитель воздуха какой-то там, да. Не интригует этот аромат, и вот то, что остается в конце, да, вот этой композиции как-то... Ну так, скучновато, неинтересно, такой мылка с морским запахом. Следующий аромат будет известен или знаком, или интересен не всем, потому что, мне кажется, он не очень такой популярный. Это Хелена Фишер. Это, не знаю, знакома ли исполнительница вам, это немецкая певица с русскими корнями. Она очень-очень популярна в таком, знаете, поп-шлягер. Это, знаете, такая, ну, русская попса, что ли, очень популярная у неё песня, вот это всё. Ну и, конечно же, она на пике своей популярности выпустила аромат. Аромат называется For You. Где-то он мне попался. Ненавижу вот такие вот порвеньки, где нужно доставать вот эту палочку. Не хочу его наносить, даже потому что мне не нравится вот этот аромат. Честно скажу, сразу же скажу. Картинка здесь такая цветочная, пудровая, ирисовая, фужерная, на-на-на, всё вместе. Что меня не устраивает в этом аромате, это то, как он выветрился, и то, что от него осталось в конце. Запах тяжёлый, неактуальный, слишком такой взрослый. Не хочется говорить такими, знаете, забитыми фразами, как вот сундук бабушкин и так далее, какой-то шкаф бабушкин. Ну вот действительно так пахнет. Композиция слишком такая безвкусная, возможно, кому-то такое нравится, но мне этот запах вообще-вообще-вообще не понравился. Дальше вещь, которую я даже не хочу наносить, ну ладно. Это аромат Jean Poe Gaultier. Скандал. Не хочу никого обижать, вкусы разные. Кому-то нравится сладкое, притерное, обволакивающее, свежий аромат, наоборот, отталкивают, либо какие-то цветочные, либо ещё что-то. Это антиаромат для меня, вот честно. Боже, я не знаю, кому-то такое нравится, определённо. Тяжёлый, сладкий, очень отталкивающий лично для меня. Но я не любитель... Да, я люблю сладкие запахи, вот честно люблю. Но я не люблю, когда там что-то такое притерно-удушающее. Я поняла, что мёд, вот какие-то такие вещи в ароматах, это не моё. Black Opium — это антиаромат для меня. Поэтому, если вы любите какой-то запах, и я его ругаю, поймите, у нас разные вкусы. У нас здесь красный апельсин, мандарин. Да, слышится такая немножко фруктовость вначале. Потом раскрывается мёд, гордения, цветок апельсина, жасмин, персик. Честно, персиком там даже не пахнет. Вот эта вся сладость от гордения и мёда перебывает его напрочь. И в конце это просто жесть. Пчелиный воск, пачули, карамель и лакричник. Если вы любите супер сладкие, притерные, такие как мёд, тягучие запахи, которые будут от вас шлифить за километр, и некоторые люди... Простите, некоторые люди будут закрывать нос, но если вы такое любите, то вот этот аромат. Как-то я нанесла его, но даже не на руку, даже не на шею, а на ногу. Я так иногда тестирую некоторые ароматы, которые я понимаю, что не моё. И я слышала его даже оттуда. Да, я его слышала, что это плюс. Он стойкий, он очень стойкий, да, очень такой насыщенный. Но это настолько дисгармония со мной, это настолько отталкивающий запах. Просто 100% не моя история. Последняя вещь, а это такой, знаете, противоречивый аромат. Мне он нравится. Я уже даже заносила его в список хотелок, но там что-то есть такое, что меня дразнит. Открывается, то есть на первых нотах он очень-очень вкусный. Это Gucci Bloom, и это именно Aqua di Fiori. Такая розовая бутылочка, очень симпатичная, мне очень нравится, как выглядит бутылка. Я его носила тоже несколько раз, и я отчётливо его от себя слышала. Такая какая-то водичка и древесинки, деревяшки. Лист чёрной смородины. Вот действительно листочки какая-то, знаете, как будто вы вот взяли какое-то растение, которое пахнет вкусно. И вот так вот растёрли бы в руках, и слышат такой сладостно-травянистый запах. Да, чувствуется вот травка, цветочки. Но в конце, почему я вот сказала, что это такой противоречивый аромат, мне он нравится, но это не стопроцентный вариант для меня. Кстати, если вам нравится кристаллин Omnia от Bulgari, то вот этот аромат он тоже понравится. Он интересный, интригующий, дразнящий. Здесь есть что-то такое, что врезается в память, характерность придаёт аромату. Мне нравится этот аромат, но я не знаю, это, знаете, не что-то такое бюджетное, что вот взял и заказал, да, то есть нужно подумать перед покупкой. Приятный аромат, но иногда он меня немножко не раздражает, но я чувствую его от себя. Но сейчас я вот говорю о нём, нюхаю, я получаю удовольствие от этого запаха, мне он нравится. Если вот кристаллин вам кажется слишком таким, возможно, банальным, неинтересным, да, но вы любите тип такого аромата чистый, такие кашемировые, пудрово-цветочные, то вот этот вам точно понравится. И он, как я уже сказала, незабываемый, такой с характером. Он сладкий, но вот если бы пару ноток убрать вот этой сладости, он даже, может быть, мужским бы запахом оказался. Очень интересный запах. Такие шифровые деревяшки. Да, кстати, почему я решила его не покупать, хотя он у меня был в списке хотелок. Вот я носила его на себе, и я вот так, иногда он вот так поднимется вот вверх, что ли, вот этот запах. И я почувствую от себя, и я такая, ух! Вот так у меня бывает, кстати, тоже с Клоей, почему я её не покупаю и, наверное, никогда не куплю. И вот что-то такое вот температура тела, погода, какие-то, не знаю, факторы. Что-то вот меня вот настораживает в этом аромате, хотя он мне, как я уже сказала, очень-очень нравится, но вот не на 100%, чтобы я его купила. Я надеюсь, что мои отзывы были вам интересны, просто болтовня о ароматах, возможно, вас это вдохновило. И ещё, чтобы я хотела спросить у вас, есть ли у вас ароматы, которым вы присматриваетесь, думаете, купить, не купить, что-то мне нравится, а что-то меня отталкивает в этом аромате, или настораживает, не подталкивает на покупку, да, мне бы было очень интересно узнать. Или, возможно, у вас есть тоже ароматы, вы владеете ими, но вот вы не можете сказать, что это прям 100% гармония, что это прям 100% ваш запах. И я вам желаю отличного дня. Надеюсь, увидимся в своём следующем видео. Пока-пока!